Добрый день, дорогие коллеги! Меня зовут Игорь Суздальцев, и это Интерстрим Инвесторов и Трейд ТВ. Сейчас мы начинаем передачу, которая вообще очень многим нравится, новые лица, в рамках которой наши новые участники рассказывают о себе, о своем жизненном пути в трейдинге, о подходах к торговле, в том числе, конечно, анализируют наиболее интересные элементы рынка. И с нами сегодня наша коллега, трейдер из города Набережные Челны, Татарстан, Анастасия Ваганова. Анастасия, приветствуем вас! Приветствую! Рады вас видеть. Я хочу отметить, что вообще женщин-трейдеров гораздо меньше, чем мужчин, и хочу вас спросить, как вы думаете, почему это так происходит? Если честно, ну, я не знаю. Возможно, просто женщины сами поддаются стереотипам и, возможно, как-то самооценка в этом плане страдает. Я понял. Сами сомневаются. Ну, сейчас мы наблюдаем, что женщины смело струбуют все так называемые мужские профессии. Даже вот я недавно смотрел, много женщин стало пилотами гражданской авиации, поднимают в небо аэробусы и Боинги. Ну, уж думаю, если пилоты, первый пилот женщины, то уж я думаю, в трейдинге тоже справятся. Надеемся, эта ситуация будет изменяться. Ну, а вам в этой связи первый вопрос. Женщин немного. А вот как вы стали в трейдинге, я имею в виду, а вот как вы стали трейдером, с чего все началось, чем вы занимались и как вас в сторону трейдинга жизнь подвинула? У меня такая ситуация случилась, что в своей профессии я не видела перспектив на будущее, и мне надо было что-то решать с этим. Я понял вас. Кстати говоря, Анастасия, какая была профессия, в какой сфере? Повар? Я работала в медицине, доктором, и не секрет, что медицина в Российской Федерации, это очень... Скажем так, небольшие зарплаты, это вот общеизвестный факт. Дело даже не только в небольших зарплатах. У меня зарплата была, между прочим, выше среднего уровня. Зарплата была по российским меркам хорошая. Просто для того, чтобы получать эту зарплату, приходилось очень много работать. И я поняла, что в какой-то момент я поняла, что это потолок. То есть будет мне 40-50, зарплата будет такая же, если не меньше. Поэтому вариант был уезжать за границу, подтверждать там свой диплом. Это около 5-7 лет. То есть там, видимо, своя сертификация такая долгая, да? Да, очень долго. И получается так, что доктору, чтобы работать с российским дипломом, его надо, практически надо весь курс медицинского института пересдать на том языке страны, в которую ты хочешь переехать. Все часы пройденные, все экзамены абсолютно, все экзамены пересдать. Поэтому я поняла, что это достаточно сложно. Причем, чтобы эти 5-7 лет прожить в чужой стране, нужно на что-то жить. Конечно. В общем, сейчас, друзья, восстановился интернет. Я понял вас. То есть это очень сложный путь, и вы решили все-таки пойти другим путем. Да. Рынок меня интересовал очень давно. Единственное, что мне казалось, если ты хочешь быть участником рынка, то, наверное, тебе надо выше экономическое образование. Почему-то вот такой стереотип меня преследовал. До тех пор, пока, наверное, где-то в году 18-18 не случился бум среди населения, и все повально не начали открывать брокерские счета. Было очень много информации в открытом доступе. Ну, это помогло мне, наверное, преодолеть какой-то страх. Я понял. Анастасия, скажите, а кто вас плохому научил? Кто вас привлек на финансовые рынки? Это был какой-то брокер рекламу прислал? Кто-то из друзей, знакомых? Наверное, никто. Потому что рынками я интересовалась давно. И как-то я просто наткнулась на курсы по инвестированию. Начала с этого. Но поняла, что моего капитала недостаточно, чтобы заниматься инвестированием. И, наверное, надо переходить на трейдинг. Я понял. Какой первый брокерский счет вы открыли? Где начали торговать? Первый раз нажали кнопку. Это было открытие брокера. Открытие брокера. Фондовый российский рынок, я так понимаю, да? Валютный. Валютный. О, Анастасия, я понял. Так, вы открыли. Я ушла перед обвалом 2020 года весеннего. Получилось удачно заработать. Потом я по счастливому стечению обстоятельств вышла из позиций. Ну и когда было вот это все невероятное движение, мне на тот момент казалось, что это обычное движение рынка. Так бывает постоянно. Я понял. Вот. Ну, то есть вы заработали. И что стали делать дальше? Потом я начала понимать, что моих знаний недостаточно, чтобы зарабатывать стабильно. Что это было лишь везение. И я начала активно изучать методы анализа рынка. Вообще, какими способами люди торгуют. На чем основываются. От чего отталкиваются. Начала с классического технического анализа. Точнее, интерпретации классического технического анализа. Но я не была этим удовлетворена, потому что все-таки глобальное движение цены и ее движение мне было непонятно. Попутно я уже видела очень много различных способов анализа. Именно волновой анализ меня заинтересовал. Я понял. Вы стали искать единомышленников, я так понимаю. Да. Я понял. Потом уже подруга моя, которая тоже вместе со мной зашла на рынок, она оказала социальную сеть Сергея Гермуддинова, с которым мы сейчас работаем. Я следила за ним на протяжении около полугода, как вообще отрабатывают его анализы. Была приятно удивлена и решила, что мне надо перенять у него опыт и знания. Я понял вас. Вы познакомились, стали членом команды и сейчас членом команды Сергея. Как вы торгуете в этой связи, естественно, вопрос. Вы прямо полностью переняли систему Сергея, где волновой анализ плюс объема, или как-то переработали в каком-то своем оригинальном решении и по этой системе торгуете? Я скажу так, что, наверное, сама стратегия, она практически идентичная. Единственное, что у нас разные практики достижения цели. Но вы также используете вариант волна плюс объем или что-то другое используете? Ну, я не забываю о классическом техническом анализе. Не знаю, насколько Сергей его берет во внимание. Здесь работает простой принцип. Волны дают понимание направлении движения цены. А через объемы я уточняю, поддерживают ли игроки это движение или нет. Я понял. Плюс объемный анализ, он позволяет находить наиболее точные точки входа. Я понял. Спасибо, Анастасия, за ответ на этот вопрос. Следующий вопрос. Сейчас на каком брокере и на каком рынке вы торгуете? Фордс, московская биржа. Сейчас я сотрудничаю с Финамом. У нас, в общем-то, цель стоит с Сергеем. Создать безопасную площадку для работы трейдера и инвестора. Ясненько. Поняла, Анастасия. Вы результаты торговли за последний год, допустим, вас устраивает положительная доходность, отрицательная? Что происходит? Да, меня более чем устраивает. То есть для меня на сегодняшний день плюс 50 годовых процентов – это очень хороший результат. Плюс 50 процентов. Замечательный результат. Дай Бог, чтобы ваш муж столько зарабатывал в текущих экономических условиях. Это непросто. Это непросто. Так что мы вас поздравляем. Здорово. Анастасия, вы торгуете своими деньгами или привлекаете средства инвесторов в какой-то форме? На сегодняшний день у меня есть два инвестора, но депозиты не очень большие. Поэтому мне бы хотелось, конечно, привлечь как можно больше средств. То есть вы внутренне готовы к этому, к работе с инвесторами? Да. Абсолютно. Собственно, поэтому и перешли к Финаму. То есть это единственный брокер, который пошел навстречу, на сотрудничество. Возможно, не получится найти такого хорошего инвестора, который с крупной суммой придет. И вы спокойно сможете рука об руку как можно дольше вместе получать прибыль с рынка. Но если будет, можно взять количественное в общем. Да, я понимаю. То есть ваша задача сейчас наполнить инвесторский портфель, привлечь новых инвесторов. И это прекрасная задача. Вы чувствуете в себе силы и зарабатывать для инвестора, и работать с инвесторами. Потому что это тоже психологическая нагрузка. И не каждый к ней готов. Поняли вас. Ну что, Анастасия, желаем вам наполнить ваш портфель инвесторов по образцу компании BlackRock. У них 9,5 триллионов долларов под управлением. Надо добиться такого же результата. Может быть, даже утереть его в нос. Так что давайте все вместе попробуем это сделать. Ну а сейчас хочу, друзья... Нет, подождите. Есть еще главный вопрос. Есть еще главный вопрос, который здесь стоит. Друзья, в жизни трейдера большую роль играет, конечно, семья. Как ваша семья, как ваш муж, молодой человек, не знаю статуса его, значит, как относится к вашему занятию финансовыми рынками? Ну, я скажу так, что многие удивились, когда я решила покинуть медицину. Потому что медицину я очень не люблю. Ну, я обосновала свое решение, меня поддержали. Ну, и сейчас ни у кого... В общем-то, я показываю хорошие результаты. И мои близкие видят, что это не просто увлечение. Я достаточно много времени уделяю рынку. Но эта игра стоит свеч, поэтому меня поддерживают. Понятно. Ну, то есть, есть финансовый результат, который они тоже видят. И, как бы, поэтому тоже они за вас в этом смысле спокойны. Понял вас. Мы вас поздравляем. Далеко не во всех семьях так это решается. То, что система вас поддержала. То, что родственные, так сказать, люди вам, дорогие, вашему сердцу вас поддержали. Это замечательно. Мы вас поздравляем. Ну, что, друзья, теперь давайте посмотрим на один из примеров подхода торгового Анастасии Вагановой, который называется доллар-рубль. Как пример анализа. И посмотрим, куда Анастасия видит доллар-рубль. Конечно, всем это будет интересно, поскольку многие этот инструмент торгуют или напрямую, или через СИ. Так что, Анастасия, вам слово. График доллар-рубля у нас на экране. Что видите, что подсказывает вам волны? Значит, исходя из вот этого практически уже годового движения, если отталкиваться от теории волн Эллиота, движение идет тройками. И, по всей видимости, это часть одной из фигур, которая называется треугольник. И я, как вы видите, вот нижняя голубая диагональ. Последний раз от нее был мощный отскок. Я думаю, что мы собираемся двигаться в направлении буковки Д, желтой. Да, достаточно высоко она у вас находится. 78-87. Это, на мой взгляд, максимальная граница. Но, что я хочу сказать, что также есть уровень 77-104. Это по фьючерсу Мосбиржи. И такое движение тройками, да. Я вижу, что характер движения, он будет очень хаотичным. С прострелами, резкими откупами. И сейчас, я думаю, что не самое спокойное время начнется в отношении доллар-рубля. После чего, если теория с треугольником подтвердится, тогда будет очень резкий выстрел наверх. В принципе, треугольники – это моя самая нелюбимая тема из всей теории волн Эллиота, потому что они максимально хаотичные и непредсказуемые. Напоминает мне игровой автомат пинг-понг, когда мячик отбивается от разных углов. Я понял вас. Теугольников сопровождаются очень мощным движением цены. Просто без остановки летится. Поэтому, если эта теория подтвердится, то в ближайшее время мы будем мотаться в тройках кверху. Потом вернемся к голубой линии, диагонали. Скорее всего, пробьем ее и резким движением уйдем наверх. Что, в принципе, коррелирует с моим анализом по индексу РТС. Поняли вас, Анастасия. Спасибо. А вот почему у вас желтая линия 7710, а такая кремовая, я даже не знаю, как ее назвать, 7887? В чем между ними разница? Вероятность достижения 7710 выше или почему здесь другой цвет? Желтым цветом я отмечаю уровни Фибоначо. А просто здесь нет величины какой-то уровень. Да, величины нет. Я просто для себя, ну я уже привыкла так. А, я понял. Ясненько. То есть, ну и вообще я вижу по вашему, по вашему графику, что вероятно 7710, это скорее такая наибольшая, судя по всему, о которой вы видите. Да, сейчас очень интересно, мы находимся в интересной точке. Естественно, я отслеживаю по БСА движения. И я думаю, что чаще дни будет понятно, все-таки подтверждается, это моя теория. Я понял. Ясненько. Анастасия, спасибо вам большое за рассказ по рынку. Ага, чуть-чуть в кадр, ага, вернитесь. Мой вопрос следующий связан с вашим будущим. Как вы, где и в каком качестве вы видите себя через пять лет? Вы модные, управляющие активами? Через пять лет мне бы хотелось, наверное, иметь хорошие капиталы в управлении и совершать меньше сделок, при этом получать большую доходность. То есть вы, да, кстати говоря, вот в этой связи, как вы торгуете? Долгосрок, среднесрок, интродэй? Тактика, она абсолютно разная. То есть если я вижу потенциальное движение, это может быть как сделка внутри дня, это может быть одна-двух-трехдневная сделка. Но вот сейчас по натуральному газу я зашла в глубокий шорт. Я думаю, что еще неделю-полторы я в нем простою, дождусь коррекционного движения наверх, добавлю позицию и буду дальше стоять. Тем временем я, ну, например, вчера у меня было четыре сделки внутри дня. Ну, то есть все вы действуете ситуативно, никаких формул и правил вы себя в этом плане не делаете. Вот есть стратегия, она может быть и интродэйна, может быть и на месяц. Да, это сочетание волн и волнового объемного анализа. Оно позволяет торговать в разных временных промежутках по настроению. Ну, то есть по ситуации. Как видите, так и действует. Все верно. Я понял вас, ясненько. Спасибо большое. Ну, и итоговый вопрос сегодняшнего дня. Анастасия, сегодня в 21.00 ставка ФРС, 21.30 комментарии руководства. Как вы действуете обычно в таких ситуациях? Смотрите, слушаете или как бы утром узнаете о результатах? Если честно, я сама за новостями не слежу. Того анализа, который я использую, достаточно, чтобы, так скажем, подготовиться к новостям. Как правило, новости, они лишь подтверждают мой анализ. Ну, как, новости подтверждают мой анализ. Друзья, ну что, уверенности Насти не занимать, и это замечательно, потому что по вере твоей воздастся тебе, сказано не нами, 2000 лет назад эта мудрость многократно подтверждалась. Анастасия, спасибо вам большое за рассказ о себе, о своей торговой системе, о своих методах и подходах. Очень надеемся, что через 5 лет вы окажетесь в той точке, где хотите быть. Ну, и надеюсь, и Трейд ТВ вам в этом поможет. Спасибо еще раз за передачу. Хорошего дня и удачи. Вам спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.